Привет всем! Это видео о том, как обновить Windows 10 до Windows 11 на компьютере или ноутбуке. Мы рассмотрим два способа для совместимых устройств и на неподдерживаемых компьютерах. Возможность бесплатного обновления до Windows 11 была предоставлена всем пользователям Windows 10 5 октября 2021 года. Но пытаясь обновить свои ПК на новую версию операционной системы, многие пользователи получили ошибку совместимости. Этот компьютер не отвечает требованиям к системе для Windows 11. Это значит, что такой компьютер не соответствует требованиям к обновлению и поддерживаемым функциям, указанным в требованиях Windows 11 к оборудованию. Чтобы узнать, совместим ли ваш компьютер с Windows 11, воспользуйтесь официальной утилитой PC Health Check от Microsoft. Скачать последнюю версию программы можно с официального сайта. Запустите PC Health Check. После установки откроется утилита с кратким обзором работоспособности нашего ПК. Вам предложат проверить ПК на совместимость с требованием к системе. Нажимаем проверить сейчас. После проверки вы увидите, что компьютер полностью совместим с Windows 11. Или что компьютер не соответствует требованиям к обновлению системы. Поэтому я покажу два способа, как обновиться с Windows 10 до Windows 11. Для совместимых и для несовместимых устройств. Если ваше устройство совместимо с Windows 11, то чтобы обновиться, сделайте следующее. Перейдите на специальную страницу официального сайта Microsoft, ссылка на которую есть в описании. Скачайте помощник по установке Windows 11. С его помощью мы и осуществим обновление. Запустите его. Принимаем лицензионное соглашение. После этого начнется загрузка Windows 11. Для скачивания Windows 11 на компьютере должно быть не менее 9 ГБ свободного пространства. Шаги по загрузке, подготовке и установке необходимых файлов будут выполнены автоматически. После завершения третьего шага вам будет предложено перезагрузить компьютер для продолжения установки. Перезагружаем. После перезагрузки на черном экране начнется работа с обновлениями. Это может занять какое-то время, а компьютер несколько раз перезагрузится. После перезагрузки мы попадаем на экран входа в систему. После входа будет выполнена подготовка к запуску системы. После установки обновления вы окажетесь на рабочем столе Windows 11. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. Ну и рассмотрим второй вариант, когда наш ПК не соответствует требованиям к обновлению. Есть много способов, на каких-то компьютерах работают одни, но не работают другие, или наоборот. Нашей командой обработаны два способа, которые сработали на всех тестовых ПК и показались самыми простыми и безопасными. Первый способ, хоть и не является официальным, но позволяет обновиться до Windows 11 на неподдерживаемых компьютерах с помощью официального инструмента Windows 11 Installation Assistant. Для этого запустите Windows 11 Installation Assistant в режиме совместимости с Windows 7. Как это сделать? Кликните правой кнопкой мыши по файлу помощника по установке Windows 11, выберите свойства «Совместимость». Установите отметку рядом с «Запустить программу в режиме совместимости» и выберите Windows 7 в списке доступных версий системы. Применить. Окей. После этого Windows 11 Installation Assistant запустится и уже не проверяет аппаратную совместимость компьютера. Хотя, разумеется, возможны проблемы или дополнительные проверки на более поздних этапах. Самое забавное, что это делает именно официальная утилита Microsoft. При этом отметим, что ранее компания сняла себя в ответственность за проблемы при установке Windows 11 на несовместимые компьютера. Для второго способа понадобится сторонний инструмент, поэтому данный способ совсем неофициальный. Все эти действия вы совершаете на свой страх и риск, но на тестируемых ПК он оказался рабочим. Для обновления компьютер данным способом нужно скачать Universal Media Creation Tool. С его помощью вы сможете выполнить обновление до Windows 11 без проверки на совместимость компьютера. Чтобы скачать Universal Media Creation Tool, перейдите на его страницу на GitHub, ссылка под видео. Нажмите кнопку «Код» и выберите «Download Zip». Распакуйте архив в любую папку и запустите файл Media Creation Tool . В результате может появиться предупреждение системы «Smart Screen». В таком случае нужно нажать кнопку «Подробнее» и потом «Выполнить в любом случае». В результате появится окно «PowerShell» и меню со списком версий Windows 11, который также можно скачать с помощью Universal Media Creation Tool. В окне Media Creation Tool Version выбираем пункт под номером 11, который обозначает Windows 11. Появится меню со списком действий. Чтобы выполнить автоматическое обновление до Windows 11, мы выбираем пункт «Auto Setup», после чего запустится утилита Media Creation Tool и начнется обновление вашей системы до Windows 11. Все это выполняется автоматически. В это время вы можете заниматься своими делами. В процессе работы с обновлениями компьютер перезагрузится несколько раз. После завершения обновлений вы получите готовую Windows 11. Это был автоматический способ обновления до Windows 11 через интерфейс Universal Media Creation Tool. Но в папке данного инструмента также есть файл, который отключает проверку совместимости ПК с Windows 11. Он удаляет файл со следующим именем и создает разделы регистра, позволяющие установить Windows 11 без TPM версии 2.0. Откройте папку Media Creation Tool и выберите файл с именем Skip TPM Check on Dynamic Update. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите запуск от имени администратора. После этого запустите помощник по установке Windows 11. Он больше не будет проверять совместимость вашего ПК и обновить систему. Если в результате установки, переустановки, обновления или сброса Windows вами были утеряны файлы, вы можете их восстановить с помощью Hetman Partition Recovery. Видео об этом уже есть на нашем канале, все ссылки в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи.